Полно вам, люди, с себя сквернять Недозволенной пищей, о виде. Сейчас повсеместно говорят о том, как приготовить нечто вкусное, необычное, экзотическое. Совершенно игнорирую о том, а полезно ли это будет для нашего с вами здоровья. Главное вкусно поесть. Мы с вами будем говорить о том, как приготовить вкусное, а главное целебное блюдо, съем которое, мы не только получим вкусовые ощущения, но также увеличим жизненный потенциал организма, укрепим свое здоровье и даже исцелимся от некоторых заболеваний. В эфире программа «Целебная кулинария» и ее ведущий Геннадий Малахов. Проблемами, связанными с кровотворением, сейчас страдает огромное количество населения земного шара. Недомогание, упадок сил, предрасположенность к инфекциям и простудным заболеваниям, раннее увядание организма, все это следствие малокровия и неполноценности самой крови. Тема сегодняшней нашей программы «Прощай малокровие». На ней мы поговорим, с помощью каких продуктов и блюд можно поднять гемоглобин в крови, да и вообще сделать кровь здоровой. И в этом нам поможет уникальный человек Нинель Ивановна Генерала. Она за свою жизнь сдала более 300 литров крови. Этот результат занесен в книгу рекордов Гиннеса. Мне неизвестен другой человек, который бы сдал так много крови за свою жизнь и сдавал ее так часто, как она. У нас в гостях генерала Нинель Ивановна. За всю свою жизнь она, почетный донор, сдала 300 литров крови. Даже больше. Даже больше. Я не читала уже. Нинель Ивановна, расскажите, почему вы решили стать донором? Я знаю, что это решение вы приняли еще в детстве. Как это произошло? Потом попала я вместе с тяжелоранеными бойцами. Стали грузить всех этих бойцов на какую-то баржу. Я вместе с ними помогала там кому водички дать, кому чего. Была паника. И вот в этой панике вы попали на эту баржу. На баржу с раненым. Раненые стали. Да, ну мелочь там побита. Короче говоря, потом баржу немец потопил. Раненые потопились. Ой-ой-ой, вы выплыли. Я не выплыла. Дело в том, что я плавать-то не особо умела. А рядом со мной как раз это сын капитана этой баржи, или как кораблик, не знаю назвать его. Мы с ним стояли на борту. И тут два матроса были, они погибли. Капитан погиб. А я его за руку, и тут Бакин. И мы за Бакину хватились и держались. А потом, не знаю сколько прошло времени, уже стало темнеть, Бакинчик подплыл, еле руки нам разжал. А мальчику было лет восемь. А, вы еще старше еще были. Да, я старше, мне же лет двенадцать. Дал мне свои брюки, дал рубашку, я одела и пацан. Вы летний пацан. Да, и я пошла по дороге. И так вы попали... И попала в воинскую часть. И стали сыном полка. Вот сын полка, никто не знал. Никто не знал, как меня зовут, фамилии не спрашивали. Все время бои. Не до этого, не до меня. Я там покормят, и слава Богу. И вы, нельзя сказать, что работали вы, являясь сыном полка, помогали раненым. Да, помогала раненым. Вытаскивали их с поля боя. Вытаскивали с поля боя. Научили меня стрелять, я стреляла. Никто не знал, что я девочка. Не была похожа на девочку. Это 12-летний человек такой делает. Вот, худенькая, стройненькая, как говорится, как былиночка. Ну, это ползу и тащи. У меня вот ноги перебитые все. А таскали солдаты и килограмм по 60, по 80, наверное, и по 100 попадались. Нет, толстых не было. Толстых тогда не было. Худенькие какие-то. В отличие от сегодняшней жизни, тогда все были бежевые. Все были стройненькие. Все стройненькие. Молодые, пожилые были. А так вот вас ранило, сзади взрыв был. Я ползла и по ногам, по икрам. И вот здесь был еще осколок, большой шрам остался. Осколками? Осколками. Потом, когда взрыв, меня приподняло и осколками, и хлопнуло. И там, в общем, я без сознания была. Командир, якобы, мне потом рассказывали, командир меня вытащил. И когда принес там куда-нибудь сенбат, раздели, говорят, ля, а я думал, что он пацан, а это девка. И снял с себя медаль и мне приколол. Это медаль у меня. Молодец. Я ее храню всю жизнь. Молодец. Вот, приколол. Когда я очнулась, а прошел месяц или полтора, я без сознания была. Газовая гангрена была. Меня резали эту ногу, кромсали. Там все перебитое. Но ноги сохранились. Сохранили. Но 38 разрезов на одной ноге. 38 разрезов на одной ноге. Там выливалась кровь. Ее не завязывали. Кровь не выливалась, она пенилась, как пиво. Газовая гангрена. Да, пена такая шла. И когда я очнулась, я увидела, что я лежу в рубашке в этой. И здесь у меня медаль. Я говорю, что это? А мне говорят, командир тебе надел, с себя снял. Я говорю, где командир? А командир вернулся и в этом же Багук пою погиб. И вся ваша часть там погибла. Никого не осталось. Там 2-3 раненых. А мы, говорит, узнали, что это девчонка. Вот я вам вначале задал такой вопрос. Почему вы стали донором? Потому что донором становится... Я поклялась Богу, что я буду спасать людей. Так же, как спасли меня. В меня там выливалась кровь все время, а в меня вливали кровь. И меня этой кровью спасли. Даже первое вливание, когда они не могли найти вены. Я же умерла в клинической смерти от потери крови. Меня разрезали, нашли вену. И влили. Рядом со мной лежал парнишка, наверное, солдатик. И он дал свою кровь. И потом вливали физиологически, гипертонически. В общем, и в живот кололи воду. И сюда. Ну, спаслись. Значит, когда я родила сына, я пошла после этого сдавать кровь. И всю жизнь сначала была кровь. Как только начали принимать плазму, я стала сдавать плазму. Каждая пятница через пятницу. Это получалось пять месяцев подряд. Два раза в месяц. Шестой месяц три раза. Первый, 14, 28. Ну, и так под годами. И вот так я сдавалась с 1951 года по 2001 год. Пятьдесят лет. Пятьдесят лет. Вот так. И сдали более 300 литров крови. Перестала считать. Кончила давать уже, когда мне было за 70. Когда сдаешь кровь, такая радость. Вот выходишь, как на крыльях летишь. Что ты кому-то спас жизнь. Вот честно говоря. Вот с такими мыслями. А сколько вы за раз сдавали крови? Пол литра каждый раз. Пол литра каждый раз. И через две недели практически она восстанавливалась. А вот что-нибудь вам советовали для того, чтобы у вас кровь была хорошая? Сейчас я скажу. Какой она группы у вас? У меня четвертая группа. Четвертая группа. Четвертая группа, да. Вот. Потому что первый много, второй меньше, третий еще меньше, а четвертая это редкая группа. Вот. На каждые десять человек один человек. Но я так скажу. Кровь быстро восстанавливается бураком. Бураком. Это свекла. Свекла, да. Надо взять три килограмма бурака. Помыть его. Отчистить и снова помыть. После этого порезать кусочками, пропустить через железную мясорубочку. Сложить трехлитровый баллон. Поставить в холодильник. И каждый день, утром, днем и вечером, доставать по две столовых ложечки этой массы. Сырое. Все сырое, оно же перемешанное. Масса вместе с соком. Вот достаешь туда, на железную терку. Немножко может добавить. Яблочко потереть. Можно морковочку туда потереть. Можно туда петрушечку, укропчик порезать меленько. Ну, чтобы разнообразить. Хотите лук, хотите туда еще капусту, можно потереть так же. Чтобы смешать, такую тюлю сделать. Хотите постным маслом добавьте. Хотите майонезиком. Чем хотите. И кушайте. Вместо салата. Три раза в день. Три раза в день между салатами. И кровь восстанавливается прекрасно. Моментально кровь восстанавливается. За неделю вы съедаете, делаете новую порцию. И очень важно... Ничего туда не класть. Вот перемололи, ни соли, ни дни, ничего. Сырая стоит в холодильнике. И очень важно, что она именно сырая. Потому что как только она будет варена, те ферменты, которые идут на восстановление крови, они сразу же разлагаются. А раз они разлагаются, они уже не могут полноценно восстановить, как это делает сырая свекла. Поэтому вот вам один рецепт для восстановления крови от генераловой Нинель Ивановны. Пользуйтесь. Для приготовления чудо-смеси по вашему рецепту нам необходим, для того, чтобы был гемоглобин хороший, чтобы быстрее восстанавливалась кровь. Нам нужна свекла. Берем свеклу. Свекла сколько вы считаете? 3 килограмма. 3 килограмма свеклы. Это потом. Значит, морите, чистите и снова морите. Хорошо. Подчистили и снова сполоснули. Целую. А потом режете ее. Все, сделали мы. Нет, очистить ее надо. Вы ее хорошенько очистили. Все равно очистить кожурку, снять ее. Всю кожуру снять. А почему вы так считаете? Сейчас я вам скажу. Потому что там где-то микроскопическая земля, песок, мало ли что там. Очистить обязательно надо. Может быть, даже какие-то там химикаты, удобрения. Хорошо. Очищаем. Тоненько-тоненько. Тоненько-тоненько мы очищаем. И снова сполоснули. Тогда уже она чистейшая. Вот, чистейшая. Потому что делается это на неделю. Вот 3 килограмма можно неделю не делать. А есть, только кушать. Ну, знаете, что еще посоветую? Как раз хватает на 3-х литровую баллонку. Вот для того, чтобы чистенько было, можно взять щетку. Как бы не мыли, но надо очищать все равно. Все равно очищать. Да, все равно. Хорошо, как вы рекомендуете, так мы сделаем. Очистили. Очистили, все. Помыли, а потом порезали. И кинули. Помыли. И разрезаем. Да. Ну, и вот так вот разрезаем. Все. Кусочками кидаете туда. И... Ну, я на мясорубку кручу. Да. И перемалываем. Раз, два. Мотор. И получается просто каша. Каша. Сложение в 3-х литровую баллонку. Хорошо, хорошо. Перемалываем. У нас получается жмых. Все вместе. Дай мне, пожалуйста, ложечку. Вот этот жмых. Да. Мы сюда выкладываем. Тончайший жмых у нас получился. Вот он. Ну, понятно, да. Ну, на мясорубку, ну, ничего. Такая же получается. И сюда же добавляем сок. Да, да, да. Все. И вот. Требятый баллон в холодильник. Все. И там он неделю стоит, ничего не добавляем. Ну, каждый день. Вы берете три раза в день. Кушаете три раза. Два раза, два раза. Ну, так, чтобы было две столовых ложки в чашечку. Вот это у нас. Две столовых ложечки. Отдельно берете и туда добавляете. Ну, я беру обыкновенную крупную терку. Крупную терку. Яблоко, морковочку. А сразу добавить нельзя? Нет. Только бурак один стоит. Он как-то вырабатывает железо. А вот морковка и яблоко должны быть свеже натертые в остальную тарелочку. Свеже натертые. Вот я это понимаю. Снимаем свеклу мы сделали отдельно. Трехлитровый баллон. И поставили. Все. Она у нас стоит. Потом две столовых ложки полные берем. Две столовые ложечки мы берем свеклы. И туда уже добавляем яблоко. Яблочко по вкусу. Да. Морковочки. И свежую морковочку. Морковочка по вкусу. Можете туда добавить еще. Хотите лыжку мелко нарезать. Хотите петрушку укропчик. То есть делайте салатик. Хотите туда огурчик можете добавить. Помидорчик. Но делайте обыкновенный салатик. Какой вам хочется. И закрасить можно костным мастерцем. Можно майонезиком. Можно сметанкой. Чем? Ну разное. Разнообразие. Чтоб оно не приелось. Потому что так кушать неприятно. А когда там смешалось и покушали. Оно с едой. С едой. И гемоглобин восстанавливается. Вот и все. Там ничего сложного. Мы берем яблочко. Немножко там, да. И морковочку. И морковочку туда. А ну яблочко и а ну морковочку. Яблочко. Чтоб не приелось. А каждый день можно. Сегодня с этим. Завтра с этим. И закрасить. А жремушек. Можешь костным маслицем. Лучок тогда туда. Можно туда добавить еще и капусты. Чуть-чуть. Если есть. Я ее тоже на крупную терку чуть-чуть. Ну по вкусу короче. Свекла содержит легко усвояемое железо. Очищает печень. Желчные пути. Обладает противораковыми свойствами. Яблоки содержат также железо. Пектины. Мягкую клетчатку. Которая очищает организм. И стимулирует работу кишечника. Итак. Мы с вами. Окончательное приготовление. Берем 2 столовые ложки тертой свеклы. И вот это добавляем. Вот как раз у нас. 2 столовые ложечки. Это примерно вот столько. Да. Теперь сюда добавляем. Сколько хотите. Это ваш вкус. Это уже по вкусу. Да. Тертое яблоко и тертая морковь. Да. Я примерно соединяю столько. Ну пол на пол можно. Пол на пол. Тогда бурак. Пополам на пол. Да. Так беру и пробую. Все свежее. Витамины сохранились все. Действительно добавление в свеклу яблока и морковки делает ее более приятной. А если еще туда сметаночку или майонетик. Это же у нас сметана. Добавьте. И какая вкуснятина. Какая салатика полезная. И тоже рим очень приятная. О еде и пищи в настоящее время на ТВ. Огромное количество программ и передач. А как с помощью еды и продуктов сохранить и примножить здоровье только у меня. Буду признателен за вашу посильную помощь в этой передаче. Связывайтесь со мной через мой сайт MalaHalPro. У меня есть большое желание с вашей помощью сделать эту передачу общенародной. Так поможем друг другу. Я работаю на двух сайтах. Genesha.ru и MalaHalPro. Последний сайт MalaHalPro полностью мой. Здесь имеется библиотека моих книг. Выставлено более тысячи статей для бесплатного чтения. Поведению здорового образа жизни. Здесь вы можете подписаться на мою интернет газету MalaHalPro. МалаHalPro, которую я сам регулярно издаю со второй половины 2010 года. Здесь же находятся и видео моих лекций, передачи целебной кулинарии. Все это для вас. Заходите, смотрите, пользуйтесь. Со второй половины 2010 года я самостоятельно издаю интернет газету MalaHalPro. Ее главная цель – помочь всем желающим в освоении здорового образа жизни. Здесь теория и практика самоздоровления, обсуждение и разбор народных методов лечения, ответы на вопросы и многое-многое важное, полезное и нужное. В заключении замечу, сейчас куча врачей, больниц, лекарств, а люди стали болеть еще больше, если не сказать повально. И все из-за того, что ничего не хотят знать о собственном здоровье, как его сохранять с помощью простых, общедоступных методов. А в интернет газеты MalaHalPro об этом рассказываю я простым и понятным языком. Доброго вам здоровьица! Все программы на ТВ рассказывают о вкусной и бесполезной, а то и вредной для здоровья кулинарии. Только наша программа рассказывает о полезных свойствах продуктов и целебной кухни. Пишите нам, присылайте свои рецепты, рассказывайте о том, как они вам помогли исцелиться. И помните заповедь древних врачевателей. Пусть лекарством будет пища, а пища лекарством. С вами была Целебная Кулинария. До новых встреч!